Привет, чуваки! Надеюсь, что кто-то еще помнит, что когда-то я делал рубрику под названием «Бич-закупка», в которой одевал разных героев доты за копейки и пытался сделать из них модников, на которых приятно будет смотреть. И сегодня мы продолжаем. И на этот раз у нас снайпер. И знаете, сколько стоит все это чудо? Три сотки. Согласен, для бич-закупки может и немного дороговато, но по-моему это один из лучших билдов. А в сравнении с новыми сетами это не так уж и дорого. К тому же в конце видоса я вам дам лайфхак по поводу того, что здесь можно заменить или убрать, чтобы уложиться примерно в 130 рублей. Поехали! Итак, начал я это все дело собирать из примерно 25 предметов, которые я купил, плюс еще столько же я чекал через предпросмотр. В итоге вот на чем я остановился. Мне наш снайпер теперь напоминает не доброго дедулю, а сраного маньяка из хоррор-фильма. И думаю это значит, что цель выполнена. Давайте пробежимся по каждому предмету отдельно. Плечи. Чуть ли не самая дорогая часть этого билда. Плюс-минус 120 рублей. А все потому, что это как раз часть того мистикл сета за два косаря. Но блин, эти плечи своих 120 рублей явно стоят. А аналоги здесь полное дерьмо. Поверьте, я проверял. Следующий айтем, изрядно сожравший бюджет, это спина. И угадайте, что? Правильно. Она тоже из того самого сета. 45 рублей мне пришлось за нее отвалить. Но в принципе при желании можно и заменить ее на что-то попроще. Если вдруг вы хотите сэкономиться ракет. Третья составляющая нашего сегодняшнего пенсионерского лука, это маска и наручи. Я их объединил в один пункт, потому что вместе эти айтемы стоят рублей 5. Что охренеть вообще как круто, учитывая их внешний вид. Они тоже из одного сета, и по-моему я нашел отличное пересечение стилей, когда решил сунуть их к первым думшмоткам. Ну и вишенка на торте нашего бородатого деда. Это иммортальный ствол за 130 рублей. Как по мне, это лучшая снайперская пушка в принципе, и одна из лучших имморталок во всей доте. Потому что посмотрите на любую другую винтовку, тем более до 500 рублей. И вы увидите, что они настолько мало отличаются от стандартной, что вам нужно буквально всматриваться в монитор, чтобы заметить разницу. Ну а эта же штуковина бросается в глаза сразу. Не говоря уже даже об анимациях, которые круче, чем у ружья из того самого пресловутого мистикл сета. В общем, чуваки, вот как-то так мне удалось собрать нашего снайпера. Пишите, как он вам. Возможно, я просто урод без вкуса, и вы сейчас наставите мне дизлайков, отчего мне придется горько плакать. Но если нет, то можете поражать и палец вверх, чтобы я почувствовал какую-никакую поддержку. Также не забывайте подписываться на канал, и дайте мне знать, на какого еще героя вы хотите увидеть бич-закупку. И, конечно, как и обещал, даю лайфхак по удешевлению. Забейте вообще на все предметы и купите себе хотя бы пушку. Она уже сделает игру на снайпере в 100 раз приятнее. Удачи! Кстати, ссылки на все предметы есть в описании этого видоса. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!